Всем привет! Меня зовут Яна Аликина, а это Мыслик. В эфире первого краевого телеканала «Инисей» образовательная программа «Открытый урок». Привет-привет! Ну и тема у нас для тебя накопилась? Усаживайся поудобнее, в этом выпуске тебя ждет. Юные журналисты. Какие занятия появятся в детских садах в новом учебном году? Правильный досуг. Чем занимается ювенальная служба? Цвет апельсина. Какие химические реакции приводят к получению оранжевого красителя? Не терпится обо всем рассказать! Мне тоже. А начнем мы с рассказа о специальной службе. Она помогает детям, которые в жизни пошли немного не по тому пути. Да, служба эта называется ювенальная. Смотрим! Сейчас у нас будет мастер-класс «Калейдоскоп» будем делать. Все знают, что такое калейдоскоп? Сегодня познавательный мастер-класс и выставка. Завтра занятие верховой ездой и поход в театр. А на следующей неделе ребята отправятся на Тим Юниор. Вот так разнообразно выглядит досуг подростков, которыми занимается ювенальная служба. Наша команда работает практически круглосуточно с ребятами. Очень часто бывает такое, что мы звоним даже для того, чтобы проверить, находятся ли ребята дома в комендантский час. Если нет, то мы работаем уже с родителями. И очень часто с ребятами мы находимся в дружеских отношениях. Ювенальная служба занимается помощью сложным подросткам, которые в жизни пошли не по тому пути или оказались в трудной жизненной ситуации, а также их семьям. Помощь может быть абсолютно любой. Износилась одежда, не знаешь, куда устроиться на подработку летом или же просто нужно с кем-то поговорить. Абсолютно во всем помогает ювенальная служба. За каждым подростком закрепляется волонтер, а чаще всего по совместительству наставник и друг. Его задача найти точки соприкосновения и вовлечь своего подопечного в непривычную для него деятельность. Бывают такие ситуации, когда именно с нами ребенок впервые приходит в театр. Он попадает в совершенно другое пространство. Он видит, как там совсем по-другому одеты люди, как там себя ведут люди. И ему хочется быть таким же. Здесь главное заметить горящие глаза ребенка и отправить его в нужный кружок по интересам, который, к слову, может быть абсолютно любым. Вот, например, одно из популярнейших направлений – верховая езда. Лошади очень добрые и понимающие животные, которым просто невозможно остаться равнодушным. Они растопят лед в душе даже самого закрытого и колючего подростка. Лучше проводить время с конем, на коне, попасти лошадку, покататься. Убрать за ним, то есть почистить, поухаживать. Это намного интереснее, чем сидеть в подъездах, проводить время там. Мне сегодня очень понравилось. Хоть и было страшно, кони – милые животные. Ювенальная служба в Красноярске работает с 2007 года. За это время проект может похвастаться только успешной работой. За прошлый 2016 год служба помогла 30 подросткам. Почему в обществе принято висеть как хорошо? Ну, чтобы к тебе относились хорошо. Так же, как ты, людям, так и не к тебе. Есть нормы поведения, этикет. И надо соблюдать его, чтобы люди не подумали о тебе, потому что ты на улице живешь, или тебя вообще родители не воспитывают. В ювенальную службу подростки попадают из разной среды. Если у вас есть знакомые подростки или семьи, которым нужна помощь, или же вы сами нуждаетесь в ней, вы можете обратиться в любой молодежный центр города Красноярска. Адреса и номера телефонов вы сейчас видите на своем экране. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это урок побывала в настоящей детской телестудии. И вот, что мы увидели. В рубрике «Спросите специалистов» Настя побеседовала с любителем садоводов. Ведущие новостей Катя Романова и Максим Саушкин с самого утра в работе. Сразу после завтрака и зарядки воспитанники детского сада номер 10 принимаются за работу в телестудии. А работы, к слову, немало. Планерки, интервью, сюжеты, записи. Все, как у настоящих журналистов. Здравствуйте. Я Вероника Кременко, специальный специалист из новостей и лебедских заботий. Представьтесь, пожалуйста. Почему на завтрак дают кашу, а не бутерброды? Кому достанутся роли в новом спектакле? И что такое буккроссинг? Каждую неделю новая тема. Например, на этой – цветы. Главный редактор телестудии, а по совместительству и музыкальный руководитель детского сада Татьяна Иванова признается – это сейчас дети не боятся камеры. А вот в начале года ситуация была противоположной. Дети не могли понять, что когда интервью, например, берут, что нужно микрофон как-то передавать друг другу. То есть они очень стеснялись камеры, были очень зажаты, и было сложно из них что-то вытянуть, чтобы они сами рассказали, сами спросили. Сейчас, конечно, намного проще. Они более раскрепощенные, и сейчас они уже иногда сами вот именно интересные такие моменты нам предлагают снять. В ходе подготовки выпуска дети осваивают не только профессию журналиста, но и учатся читать, писать, планировать свое время и находить компромиссы в общении с людьми. Помимо телестудии, в новом учебном году в детском саду номер 10 заработает почти настоящая метеостанция. Ребята будут определять температуру воздуха, направление ветра, измерять количество осадков и даже делать прогноз погоды на следующий день. Дождь, что у нас еще? Ту, облака, вода. Как это можно одним словом? Погода, правильно. Это не профориентация с детского сада. Обновление дошкольной образовательной программы произошло в связи с внедрением нового федерального государственного образовательного стандарта. Детский сад номер 10 один из первых перешел на ВГОЗ. К новому учебному году перейдут и остальные дошкольные учреждения. Смысл новой деятельности в следующем. Это не просто тема, которая подается ребенку, исходя из образовательной программы. Это, прежде всего, попытка включать мыслительную деятельность детей и отвечать на вопросы. Зачем мы это делаем? Почему мы это делаем? Какую ты сам позицию занимаешь? Что бы ты сделал? Как ты можешь ответить на эти вопросы? То есть, конечно, это те способы, которые творческое мышление развивает наиболее эффективно. Разрабатывая образовательные программы, учреждения отталкивались не только от обязательных направлений, но и учитывали сложившиеся традиции и опыт прошлых лет. Ну а насколько успешно пройдет внедрение новой образовательной программы, открытый урок обязательно расскажет, но уже осенью. Мыслик, смотри, какая яркая, красивая оранжевая кофточка. И правда, выделяется. Я тут подумал, а давай расскажем ребятам, чем окрашивают ткани в разные цвета. Именно это я и хотела предложить. Тем более, что мы побывали в настоящей химической лаборатории и все об этом узнали. А всем привет! Сегодня мы находимся в химической лаборатории СИПГУ имени академика Решетнева. Со мной моя коллега Аня. Я доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ. Заместитель директора по науке Института химических технологий Любяшкин Алексей. Сегодня мы будем получать краситель под названием бета-нафтол оранжевый. Бета-нафтол – представитель класса нафтолов. В больших количествах нафтол и их производные применяют в производстве красителей и органических полупродуктов. Бета-нафтол – оранжевый краситель, которым можно делать рисунки и красить одежду. Чтобы его получить, нам нужно провести несколько химических реакций, которые приведут к одному красителю. А что для этого нам понадобится? Нам понадобятся химические реактивы, щелочь натриевая, бета-нафтол, сульфанировая кислота, серная кислота, вода и лёд. Из этого мы всё сделаем. Но главное всё точно отмерить. Будем мерить вот на химических весах, потому что нужно очень чётко соблюдать все пропорции. Для начала нужно растворить бета-сульфанилую кислоту в растворе щелочи. Взвешиваем 1 грамм щелочи. Дальше щелочи растворяем в 10 миллилитрах воды. Здесь у нас вода 10 миллилитров. Наливай сюда. Не бойся. И в этом количестве раствора щелочи нам нужно растворить примерно 5 грамм сульфанилой кислоты. Так, чтобы была щелочная реакция внутри. А что такое щелочная реакция? У нас есть два разнодействующих вещества. Есть кислоты. Слышала про такие? Да. А есть щелочи. Они в растворах обладают противоположным действием. Когда они вместе встречаются, они друг друга нейтрализуют. Сульфаниловая кислота – это твердая кислота, которая находится в банке в руках нашего профессора. Когда она встречается с щелочью, образуется натровая соль сульфаниловой кислоты. Натровые соли способны растворяться в воде и растворах. Поэтому наша задача сделать так, чтобы щелочи в растворе был избыток. А это мы проверим с помощью индикатора лакмусовой бумажки. Она в кислой среде одного цвета, в нейтральной другого, в щелочной третьего. Опускаем в наш раствор и смотрим, в какой цвет окрасилась. Ярко-синий – значит, среда сильно щелочная, как нам и нужно. Раствор получили сульфаниловой кислоты. Теперь в этот раствор нужно добавить расчетное количество нитрита натрия – 2 грамма. Теперь у нас здесь получилась так называемая соль диазония. Соль диазония сульфаниловой кислоты. Там внутри все перемешаем хорошенько. Появилось такое небольшое желтое окрашивание, но для данного класса соединения это нормально. Теперь в большом стакане, потом мы содержимое этого стакана перельем вот сюда. Опять растворяем в щелочи, добавляем туда воды. Воды нам необходимо 20 мл. И самое главное, теперь вносим туда раствор бета-нафтового. Все это хорошенько размешиваем. Нужно бета-нафтового, чтобы растворился. Так, а теперь твоя задача – перелить содержимое соль диазония, смешать с раствором бета-нафтового. Это все делается при охлаждении, обязательное условие. И у нас должен получиться краситель под названием бета-нафтового оранжа. Вот он, получился. Это красный. Красный? Да. Ярко-красный цвет. Ну, краситель в любом случае органического происхождения. Что, Аня, как тебе впечатление? Интересно, конечно, но я не знала, что на каникулах можно столько узнать. Знание – это очень хорошо. Всем до свидания. Пора прощаться. Ну, не забывай, мы ждем твоих захватывающих рассказов об этом лете. Адреса нашей редакции ты прямо сейчас видишь на своем экране. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok